Олег, вот фильм, на премьеру которого мы сегодня пришли, да? Два слова, вот откуда появилась идея, почему, что это для тебя этот фильм вообще? Ну, идея появилась достаточно давно, когда мы делали, начинали делать русские тропы в Эстонии, тогда уже одна из глав у нас была посвящена броненосцу «Русалка». И после этого ходили ветераны военно-морского флота и говорили, что надо сделать, надо увековечить, чтобы знали, чему посвящен памятник, что произошло 120 лет назад. И под давлением общественности мэрия города Таллина помогла найти средства, минимальные, скажем так. И мы сделали фильм, причем сделали фильм в сжатые сроки. У нас было порядка 2,5-3 недели. Вот, старались, фильм «52 минуты», делала у нас небольшая группа. Вот, я являюсь кооператором, сценаристом и режиссером. Мне в сценарную часть помогал Николай Печатнов. Фильм озвучивал Эдуард Томан, «Основной голос». Вот, фильм, мне кажется, получился. Мы очень подробно прикоснулись и к броненосцу-русалке, и к самому памятнику. И в процессе работы открылось очень много интересных фактов, которые я сам не знал. Значит, и фильм делится на две части. Одна часть посвящена фильму непосредственно броненосцу-русалка. И как его строили, как его эксплуатировали, как его искали. А вторая часть посвящена уже непосредственно памятнику. Потому что памятник народу, на этот памятник 7 лет собирались средства по всей Российской империи. И было собрано 67 тысячи золотых рублей. Это по тем временам очень были большие деньги. Если судить, что земля под памятником и весь комплекс был куплен всего за полторы тысячи. Ну, если так судить. И мы в конце ставим вопрос о том, что памятник на сегодняшний день требует реставрации. Этим на этом фильме... У него возник вопрос, а где можно будет посмотреть этот фильм? Ну, на сегодняшний день, вот уже сегодня у меня были звонки из других городов. Сегодня был звонок из Кохлоярви, из Нарвы, из Тарту. Так уже люди хотят увидеть. Я думаю, что мы сначала, первоначально проедем по Эстонии и покажем его. Надеюсь, что этот фильм заинтересует и российского зрителя. Ну, и потом он пойдет по телевидению и выйдет на дисках. Спасибо, Олег. Спасибо вам. И успешный привет. Праздник посвящен Дате 120 лет. Праздник больше печальный. Это праздник памяти. Сегодня у вас довольно много собралось. И это очень отрадно, потому что найти время для того, чтобы прийти, посмотреть, что молодые авторы думают о нашей истории, как ее расценивать. Дорогие друзья, очень радостно, где сзади столько людей. Русалка, безусловно, является одним из символов нашего города и магнитом для туристов. Но прежде всего это наше историческое наследие. Историческое наследие живет тогда, когда живут люди, обладающие памятью. И то, что занято столько людей, говорит о том, что это историческое наследие живет. Но живет оно многим благодаря людям, которые прикладывают усилия, чтобы сохранять. Я благодарю всех, что вы нашли время прийти в этот вечер. Я хочу поблагодарить Юрия Мафеевича за предоставку. Я хочу поблагодарить мэрию города Таллина, и мэра нашего, и непосредственно вице-мэра Михаила Криворта. Но наш сегодняшний показ он приурочен не только к травмной дате, не только к 120-летию гибели броненосной русалки. Сегодня мы отмечаем также и десятилетие, как нашли этот броненосец. Нашел его исследователь, ученый Веломяс. Он сегодня присутствует у нас в зале, и большое ему спасибо, что он делает огромную работу. Большое спасибо, что вы посмотрели телевизор. Может быть, у кого-то есть, конечно, какие-то свои мнения, но вот мы посчитали, может быть, на такой грустной ноте закончить этот фильм. Надеюсь, что памятник будет жить сотни лет, переживет наших внуков, правных. И будет вспоминать, кто его строил и чего он посвящен. Всем морякам, всем, кто погиб во все времена, кто лежит на дне. И мы будем их тоже помнить. И моряков с русалки, и всех моряков, погибших и в нашем, и во всех морях. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Смотрели, к примеру, фильма «Броненой с русалок». «Русалка», а можете пару слов о своих впечатлениях о фильме? Нет, да. То, что совершенно однозначно ясно, что этот фильм нужен, как и предыдущий фильм «Прорыв» и другие фильмы беседены, такие, не только фильм, а любая даже печатная продукция, любое исследование, любое какое-то событие, связанное с историей русских в Эстонии, в России, в Эстонии, должно приветствоваться всеми. Вот если мы говорим о русском политическом поле, что оно разъедается ржавчиной, что они грызутся между собой политикой. Вот в этом вопросе они должны быть все едины. Все должны поддерживать однозначно такие усилия, как финансирование, так и реализация этой идеи, то, что мы все один делаем. Так что тут вопрос о нем. И потом зал был практически полный, большой зал Центра русской культуры, это тоже о чем-то говорит. И очень дружно было вас и встречи, очень. Так что это говорит, что меня всегда разочаровывает реакция на наше русского населения, на происходящую историю. Я имею в виду апатию, безразличие или ориентацию только на какую-то одну партию эстонскую. А вот, то есть, причины для активности, для какого-то воодушевления русских людей здесь есть. Надо уметь просто это воодушевление, стоящееся сейчас в сердцах, потому что мы все живем, как я, например, понимаю, в духовном концлагере, надо его всячески поддерживать и развивать. Вот и этот фильм, и другие фильмы беседины, эту роль выполняют. Редактор субтитров А.Семкин